а на ремонте у нас телефон motorola moto g4 по его кодировке это xt 1625 стандартная поломка не заряжается то заряжается то не заряжается и теперь уже не заряжается снова совсем разъем замена разъема что с этим делать сейчас будем решать сейчас будем пробовать определять что это за разъем потому что на самом деле в разных моделях они разные посмотрим если они у меня в наличии если нет закажем и поменяем но первое что нужно это разобрать поэтому обращайте внимание что на самом деле для разборки нужен инструмент это обыкновенные отверточки у меня есть набор это удобно когда у вас в доме есть что-то универсальное наборы разные и у меня они тоже есть разные со временем вы покупаете что-то дешевое потом что-то более дорогое на самом деле средний ценовой сегмент он вполне приемлемый у меня недорогой инструмент и я все время работаю даже ремонтируя разную единственное что бывает так что какого какой-то модели не хватает и тогда вы какую-то докупаете но так в принципе все стандартно что необходимо сделать откручиваем понятно что крышечка здесь снимается просто берем здесь есть такое место куда можно ноготком зайти открываем и все ну и откручиваем по периметру все винтики и снимаем крышку для того чтобы добраться до платы и до разъема и так что нужно сделать я снял эту крышку если определенный нюанс то есть когда вы открутили приподнимаете а держит шлейф камеры поэтому вот так вот чуть-чуть она буквально отодвигается и там обыкновенный разъем который просто отщелкивается чем-то пластиковым потому что батарея еще не отключена что-то можете замкнуть поэтому класс и вот вот такой разъемчик обыкновенный снимаем с разъема все теперь мы можем посмотреть что мы можем сделать вот здесь находится разъем usb и смотрим изучаем можно ли его поменять скорее всего он не сменный ну что дальше видим уже она разбиралась но суть в другом что нужно отсоединить батарею и потом здесь вот есть один винтик на плате и потом плата вся снимается но нужно отсоединить батарею здесь обыкновенный разъем который тоже стараемся ничего не замкнуть тянем вот провод ух ты отсоединился не очень хорошо сейчас будем разбираться ну что же продолжаем и опять все непросто обратите внимание что нужно во-первых снять разъем с наушников во вторых от ковырять ковырнуть немножко камеру чтобы она тоже пошла с платой в третьих тут защелочка такая небольшая чтобы она легко отходила и на подковырнуть и еще один момент это шлейф вот здесь вот под всем еще и под вставкой медной есть шлейф экрана поэтому его тоже нужно отсоединить и тогда будет вам счастье сможете снять плату все и уже тогда когда вы сняли плату есть вот такая резиночка которая со всех сторон надевается на на разъем и вот под ней резиночку снимаем и под ней уже видим разъем ну и разъем модный можно ли такой заказать будем смотреть такого мне точно нет он на такие шесть развернутых сейчас попытаюсь показать вот такое смогу ли увеличить показать вот такой видите совсем модный будем смотреть скорее всего конечно есть другое дело что в наличии нет нужно заказывать и поэтому ждать когда он придет ну с этим все ждем пока придет разъем впаяем и скорее всего нам будет счастье ну что же возникла такая ситуация что я не так и не смог отпаять тут получается что рядом находятся детали и и здесь еще рядом разъем и сильно нагревать нельзя пробовал даже большим паяльником разогревать все так и не смог получается что уже даже гнется текстолит а разъем так и не смог выпаять для безопасной отпайки у меня есть другой метод немножко жестокий он всегда срабатывает что я имею ввиду почему жестокий я с помощью вот такого устройства дремеля или машинки это делаю каким образом получается что я отпиливаю верхнюю часть почему это даже такой неплохой метод отпиливаю ножки и полностью надрезаю верхнюю часть она снимается потом я безопасно могу добраться до контакта контакты вот выпаиваю паяльником и снимаю пластиковую часть и потом уже с корпусной детали деталью когда без риска поотрывать пятаки на платье я уже снял контакты потом уже пожалуйста можно прилагать усилия не боясь что пятаки вдруг они не 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 расплавился припой и это более безопасный метод как для меня слышал много нелестных комментариев когда я видео показывал именно такой способ но он существует так или иначе как мне кажется он для пятаков наиболее безопасно потому что я в таком случае четко их контролирую а вот феном или паяльником я в общем то не совсем контролирую потому что я вижу корпус уже разогрелся я могу его отключать в смысле поднимать но я еще в таком случае не всегда убежден что разогрелись контакт именно на пятаках и это меня всегда удерживает ну то есть я всегда опасаюсь что вдруг начну поднимать разъем и оторву бывают такие ситуации что или от перегрева ну или просто они уже расшатанные возможно потому что мы же их не зря меняем я например на предыдущем телефоне отдал его открыл снял плату разъем просто выпал его расшатали так что он контакты поотломались а корпусные части повырывали не с мясом они там расшатались и мясо осталось все запаялось нормально но вот до такой степени их ушатывают здесь не так однако здесь крепко припаян но для безопасности можно вот аккуратненько беру верхушку сделать трепанацию и верхушку снимаем и тогда отпаиваем контакт и тогда это как мне кажется более безопасно операция быстрая единственное что конечно нужно аккуратно это делать чтобы в случае чего не дрогнула рука поддерживать и чтобы она не сбила не сбила соседние ну вот снимается вот так вот черепушка у нас есть доступ к контактам все теперь рядом стоящие контакты можно снимать отдельно сами контакты можно распаивать вот так это теперь уже выглядит есть четкий полный доступ пожалуйста как по мне это более безопасный метод потому что ну как то у нас у меня не пошло слишком во первых большая теплоотдача во вторых потому что есть с наружной стороны пластина с внутренней и как то не не пошло здесь здесь теплоотдача идет с этой стороны большая площадь и не получилось у меня другим способом во всяком случае ну а так мне кажется более безопасным но уже теперь можно добавить флюса и паяльником побольше можно творить чудеса никого не опасаясь то есть мы запросто можем работать с контактами тут я пошел немножко дальше и и нижнюю часть корпуса убрал то есть я их ее располовению соответственно теперь отдельно эту половинку прямо сама снялась отдельно эту половинку самостоятельно прямо вообще никаких проблем не возникло сама отпаялась поэтому не знаю почему была проблема когда было все вместе прямо самостоятельно все решилось очень легко быстро безопасно никого не нагревая теперь придется немножко даже подправить придется чуть-чуть подогрею и чтобы он назад ушел ну все единственное что нужно сделать это окошки по открывать отверстия ну и вот в полном порядке что нужно сделать сейчас это помыть зубная щетка спирт вымыть залудить еще раз от во первых это уберется лишнее во вторых когда залудим уже залудим с помощью оловянно-свинцового припоя ну и убрать с отверстий собственно это все теперь просто припаять и все это уже намного легче потому что мы будем припаивать оловянно-свинцовым а не свинцовым как было на заводе а не без свинцовым как было на заводе а у него более высокая температура плавление в домашних условиях сложнее а таким обыкновенным припоем это будет сделать намного легче единственный момент очень важно это в разъеме который уже приехал я заказал разъем модный но в природе существует нужно обязательно залудить все контакты в новом разъеме иначе на месте будут ну просто большие неприятности и трудности итак разъем залудился хорошо хочу вам сказать что даже если контакты желтые не всегда не хорошо лудится здесь залудился хорошо припой наносится и прилипает иногда бывает даже залудится но лишний припой наносится и прилипает здесь все нормально так же я залудил контактные площадки причем здесь поставил с небольшим запасом припой теперь что я сделал для облегчения задние ножки отогнул потому что иначе никак их не припаять потом паяльником чтобы во всяком случае проконтролировать ну и теперь при установке все страну все четко становится сейчас паяльником тон с тонким жалом разогрею и подпаяю каждый в отдельности так как там конечно сначала добавлю плюс я пользуюсь таким 223 причем чистым китаем и более менее хороший значит заказывал на алиэкспресс выставлю ссылку и что теперь нужно нужно каждый в отдельности контакт пропаять проверить проверяю я устройством специально было куплено устройство для проверки смотрите какая то есть на самом деле это вот такая плата смотрите я отсюда могу проверять кабель например для проверки кабеля и отсюда я когда пропаиваю вставляю кабель и просто на кабеле есть два провода проверяю звонится или не звонится если все нормально замыкания нет звонится здесь только плюс минус проверяется если звонится значит я могу питание питание подать безопасно ничего не сгорит поэтому удобная штука и так хороший хороший разъем с оголенными проводами так вы можете проверить а подается ли причем подается ли когда звоним во первых минус во вторых доходит ли минус до платы плюс на разъеме и идет ли он дальше просто или только на разъем доходит ну а сейчас греем тонкий паяльник и потихонечку шаг за шагом с плюсом пропаиваем каждый контакт и проверяем вот такой результат получился пропаялась пропаялась пропаялись только контакты я паял пропаялись хорошо я их сейчас проверю значит но не удалось проверить с помощью пропаять с помощью вот этого паяльника у него на конце не держится припой и он слабоват по мощности а вот таким паяльником пропаять получилось такая у него пяточка видите немножко сточенная в плоскую сторону и во первых он медный более мощный к нему при прилипает припой и он лучше конечно пропаять но соответственно намного мощнее ну собственно теперь осталось только проверить если контакт и если есть проверяем очень просто аккуратно потому что только контакты пока пропаяны еще корпус корпус нет вставляем тестером прозваниваем если на корпус черный это минус соответственно должен звонится где-то и на корпусе тоже например вот здесь не включил на корпус звонится ну и нужно где-то поймать его на плюсе куда идет плюс четко я не знаю но тут есть два не смогу четко сказать куда идет плюс просто ну вот куда то я куда то вставляю на какие то детали и есть на соседние детали и плюс есть собственно что и требовалось теперь вынимаю и у меня есть возможность пропаять теперь уже теперь хорошим паяльником я использую такой чтобы если уже пропаялась пропаялась и пропаяю корпус ну собственно все думаю что это не так интересно потому что нужно по порядку нужно по порядке нужно по порядку и одна ножка готова собственно на этом все корпус пропаять удалось хорошо теперь осталось только в обратной последовательности собрать поставить в корпус и все после этого пробуем что у нас получилось но пока потихонечку собираем собственно это все в обратной последовательности я думаю что соберет и каждый и потом пробуем подключается или нет заряжается или нет включается